Привет, ребят! С вами Полина Червова, и я очень рада приветствовать вас на моем канале английский для начинающих с Полины Червовой. Как и обещала, каждые две недели теперь будет выходить видео по разбору какого-нибудь фильма и сериала. И сегодня мы с вами будем разбирать Шерва Кахомца. Это считается одним из самых популярных сериалов, но я его еще ни разу не разбирала, потому что это достаточно сложный сериал для новичков и не хотела вас демотивировать, поэтому выбирала сериал попроще. Но раз вы просите, раз вы настаиваете, я обязательно делаю это для вас. Итак, сегодня мы с вами посмотрим несколько отрывков из сериала Шерва Кахомца. Как мы будем работать? Сначала вы смотрим отрывок на английском, с английскими субтитрами. Вы пытаетесь понять максимум, да, стараетесь уловить каждое слово. Может быть, перемотайте, послушайте еще разочек, все отрывки очень короткие. Потом я разбираю этот отрывок, объясняю, все перевожу, потом вы смотрите еще один отрывок, и потом опять мое объяснение. Договорились? Давайте не будем тратить время и уже скорее начнем. Давайте разберем с вами выражение из нашего первого отрывка. Шерва говорит, Mike, can I borrow your phone? Mike, можно мне одолжить твой телефон? There is no signal in mine. На моем нет сигнала. Итак, слово borrow from somebody переводится как одолжить, у кого-то что-то взять на время. Если вы говорите, у кого вы что-то одалживаете, то вы добавляете предлог from. Если вы просто говорите, я одолжил ручку, то вам не нужен предлог from. Давайте посмотрим на примеры. So far, we have not had to borrow any money. До сих пор нам не приходилось брать деньги в долг. Или she borrowed twenty dollars from me. Она заняла у меня двадцать долларов. No signal – это нет сигнала. Нестоимение no – это не то же самое, что not. Нестоимение no – это то же самое, что not плюс any. То есть можно было сказать not any signal. Подробнее тему местоимения some and you know я объясняю в моем онлайн-курсе «Марафон. Заговори на английском за один месяц». Следующий диалог. Майк сказал And what's wrong with the landline? И что не так со стационарным телефоном? Landline – это стационарный телефон. Шервак отвечает I prefer to text. Я предпочитаю переписываться. Sorry, it's in my coat. Прости, он в моем пальто. Я бы хотела обсудить с вами выражение What's wrong? Что не так? Оно переводится как Что не так с? Или Почему это не подходит? Например What's wrong with you? Да что с тобой такое? Что у тебя случилось? Что с тобой происходит? Или, например What's wrong with that dress? Что не так с тем платьем? То есть почему ты не можешь надеть то платье? Глагол to text переводится как Писать-написать. То есть это может быть не только существительный текст, но и писать текст. Обратите внимание, что мы используем его без предлога. Например I will text you. Я напишу тебе. Или Just text me when you are ready. Просто напиши, когда ты будешь готов. John отвечает Use mine Бери мой И Шервак Oh, thank you Спасибо This is an old friend of mine John Watson Это мой старый друг John Watson Mine Это притяжательное местоимение То есть mine Это то же самое, что My phone Если после местоимения Мой, твой, его, ее Вы не хотите ставить существительное То есть my phone Да, просто говорите Мой То нужно использовать другую форму Притяжательных местоимений То есть Mine Yours His It's И так далее Например Your phone Это то же самое, что Yours А A friend of mine Это то же самое, что My friend Просто другая форма Афганистан Or Iraq Афганистан Или Ирак И Джон такой Sorry Простите Шервак говорит Which one was it Который In Afghanistan Or Iraq В Афганистане Или в Ираке Джон отвечает Афганистан Sorry How did you Прости Как ты То есть Он, наверное, хотел сказать Как ты узнал Давайте обсудим слово Which Это вопросительное слово И большинство учеников Не знают Какая разница Между Which И what Which Переводится как Который И мы используем его тогда Когда перед нами Есть несколько предметов Возможностей Или каких-то Опций И мы спрашиваем Какой из этих Да Какой из предложенных Вариантов Например Вы стоите перед витриной С пирошенками И ваш друг говорит Какой торт ты будешь То есть Какой из этих Тортиков ты будешь Или, например Вы стоите на детской площадке С подругой И спрашиваете Which boy is yours Какой мальчик твой То есть Какой из этих мальчиков Из этих детей Твой сын Или, например Вы стоите на парковке И там 50 машин И вы спрашиваете друга Which car is yours Какая машина твоя То есть Которая из этих машин Из предложенных Твоя Итак Наш третий отрывок Шерлок сказал О, Молли Кофе Спасибо Что случилось С твоей помадой И Молли отвечает It wasn't working for me Она мне не подходила Happened to Переводится как Происходить с кем-то Случиться с кем-то Обратите внимание Что для русских людей Логичнее сказать Happened with То есть Что случилось с тобой Но это неверно Это ошибка И никогда так не говорите Например Что произошло с его машиной Или Почему это все время Случается со мной Выражение Work for Переводится как Работать на кого-то То есть Когда я работаю На какую-то компанию Например А также Удовлетворять Требованиям кого-то Или подходить Этому человеку Например Although it has Three bedrooms I don't think The house will work for us Несмотря на то Что в доме Три спальни Я не думаю Что он нам подойдет Или Can we find a restaurant That works for all of us Мы можем найти ресторан Который будет подходить Всем нам То есть Удовлетворять требованиям Всех участников Всех людей Которые идут в ресторан И последний пример Как раз Для значения Работать на кого-то Мой муж работает на Intel То есть Он работает на какую-то компанию Шарлок отвечает Really? Серьезно? I thought it was a big improvement Это было гораздо лучше Это был большой шаг вперед То есть Это было большим усовершенствованием Слово improvement Переводится как Усовершенствование Your mouth is too small now Твой рот сейчас слишком маленький И Молли отвечает Окей Хорошо Шарлок говорит Как ты относишься к скрипке И Джон говорит I'm sorry, what? Простите, что? Он не понял, что это было обращено к нему Feel about Переводится как Относиться к чему-то кому-то Или испытывать какие-либо эмоции По отношению к какому-то объекту Например How do you feel about this problem? Что ты думаешь об этой проблеме? То есть Какие чувства ты испытываешь Из-за этой проблемы? Или How do you feel about cooking? Как вы относитесь к готовке? Дальше Шарлок говорит I play the violin when I'm thinking And sometimes I don't talk for days on end Я играю на скрипке, когда думаю И иногда не разговариваю Несколько дней подряд Would that bother you? Это будет беспокоить вас? Potential flatmates Should know the worst About each other Потенциальным соседям Следует знать Самое худшее Друг о друге И Джон не понимает И говорит You told him about me Ты сказал ему обо мне И Майк говорит Not a word Не слово Play the violin Переводится как Играть на скрипке Обратите внимание Когда мы играем на инструменте Мы не используем предлог И ставим артикль из the Play the violin For days on end Переводится как Several days in a row Несколько дней подряд In a row Это подряд Например Мы путешествовали Несколько дней подряд Или например Доктор, меня беспокоит Эта боль Несколько дней подряд Переводится как Беспокоить Например Не волнуйтесь Моя собака Вас не будет беспокоить Или Если он начнет Вам надоедать Дайте мне знать Flatmates Это соседи по квартире То есть смотрите Flats Это квартира А mates Это товарищи Также есть выражение Roommates Соседи по комнате То есть эти люди живут В одной комнате Classmates Это одноклассники Потому что Class Это класс А mates Это товарищи И так далее Джон спросил Кто вообще говорит О соседях По квартире И Шарва Говорит I did Сегодня утром Я сказал Майку Что я должен быть Сложный человек Чтобы мне найти соседа И вот сразу после обеда Он приходит со старым другом Который очевидно Только что вернулся Со службы Из Афганистана Здесь есть классное выражение Military service Это военная служба Service Это служба Отлично, ребят Мы с вами сегодня Здорово поработали И я надеюсь Что очень продуктивно Пожалуйста Напишите в комментариях Те слова и выражения Которые были для вас новыми Выберите себе только пять Не надо пытаться запомнить все Это нереально Напишите свои предложения С этими словами Эти предложения Должны иметь отношение К вашей жизни У вас должны быть Какие-то эмоции С ними связаны Хорошо? Я обязательно проверю Ваши предложения Подписывайтесь на мой канал Поставьте, пожалуйста, лайк Мне будет очень приятно Поддержите меня И приходите на обучение На моем онлайн-курсе Марафон Заговори на английском Всего за один месяц И вы сможете Смотреть фильмы На английском Вместе со мной Читать блоги Из инстаграма Вместе со мной Учить грамматику Вместе со мной И начинать говорить На английском Вместе со мной Для участников Марафона У меня всегда Очень много бонусов Подарков Потому что они Мои любимчики Да, это так Не буду скрывать Я была И вас очень рада Видеть сегодня Не забудьте про лайк И до встречи Кстати, подпишитесь На меня в инстаграм У меня там Очень интересно И там тоже есть Разборы фильмов Все, пока Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА